Ну что, мои дорогие, всем привет! Я хотела сегодня снимать ролик. Конечно же, у меня всегда хватает работы на кухне с переработкой молока. Хватает работы на скотном дворе. Сейчас оттаивает снег, животные гуляют. Мы перевели тёлок в другой сарай, поросят скоро. Будем следующую партию резать. Много чего хотелось показать на самом деле. Но так получается, что у Оли есть ещё помимо хозяйственных дел, есть ещё дела такие, не знаю, как их назвать, машинные. Машинные текущие дела. Этой зимой у меня получилась очень разорительная история с машиной, потому что мы не доходили до конца зимы. Вот две машины сейчас ездят, Гриша ездит на работу на Шаране. Я езжу на Хюндай, вожу детей в садик, в магазин езжу, в администрацию, по всяким делам, в перинатальный центр и так далее. И обе наши машины вышли, можно сказать, из строя благодаря нашим хорошим дорогам. То есть, если у моей машины на всех четырёх колёсах испортились хорды, и на выброс просто пошла зимняя резина, то у Шарана буквально лопнул диск. Я сейчас это вам всё рассказываю не потому, что я хочу поплакаться и рассказать о своей доле тяжёлой сельского жителя, которому приходится постоянно мотаться, ездить. Вообще без транспортного средства своего здесь невозможно находиться, невозможно даже жить. Ну, просто, наверное, житейские проблемы, которыми я делюсь периодически, рассказывая о них. И, конечно, я не унываю. Хотя, честно признаюсь, я лучше бы осталась дома и занималась бы детишками и домашними делами, чем вот мотаться, переобуваться, решать вопросы с одной машиной, потом с другой. Вы спросите, почему твой муж тебе не помогает в этих вопросах? Ну, во-первых, помогает, он купил колёса как раз-таки. Во-вторых, ну, мы друг друга стараемся выручить в той или иной ситуации. У него тот сейчас объект, который он очень интенсивно делает, много работы, он не возвращается домой, поэтому ему приходится там на объекте, можно сказать, ночевать, жить, столоваться. Я его периодически ещё подкармливать приезжаю. Ну, в общем, такие вот житейские дела, которые меня, собственно, не пустили сегодня на работу, мою основную работу. И я хотела бы записать этот видеоролик, потому что я очень скучаю, на самом деле, по видеороликам, когда я могу отснять чуть ли не целый день свои работы на кухне, с детишками, со скотинкой, с животными, потом это смонтировать и выложить ролик в Ютубе. И, конечно, с большим наслаждением и нетерпением ждать комментариев. Уж очень мне интересно их читать. Я, конечно, очень надеюсь, что и под этим роликом будут комментариев достаточно. Поприветствуйте меня, пожалуйста, тоже. Мне очень приятно. Я многих из вас уже узнаю и по аватаркам, и по именам. Многие из вас у меня заказывают продукцию, поэтому я даже знаю ваших фамилий. Но это очень хорошо и здорово, потому что все вы прекрасные люди. Я очень люблю своих подписчиков, очень люблю и уважаю. Ну, а раз уже у нас зашла такая тема про комментарии, давайте я вам отвечу на некоторые ваши вопросы, которые вы очень часто пишете в комментариях и в Ютубе, и на Дзене. Особенно интересно читать на Дзене. Там публика немножко отличается, аудитория, скажем так, отличается. Там многие подписываются на мой Дзен-канал только для того, чтобы написать мне какой-то плохой комментарий. Ну, что ж, такова жизнь, да? Не все у нас белое. Бывает и черное, бывает оборотная сторона блогерства, где куча-куча всякого гэ собирается вокруг человека, хотя ничем он этим, ничем не заслужил это, предположим, как у меня. Потому что действительно, по большому счету, я никому ничего плохого не сделала. И уж тем более в комментарии, гнусные комментарии, которые пишут по поводу моей 12-й беременности, они меня очень искренне удивляют. И больше всего там, конечно, возмущение по поводу того, что 12-й беременности – это безответственно, что я просто какая-то там безголовая, не заботящаяся о своих детях мать. И я не думаю о их будущем, конечно же. Конечно же, зачем мне о нем думать. И рожая очередного ребенка, я рискую своей жизнью. И могу детей оставить в сирот, потому что организм не выдержит, и я просто в родах умру. Ну, давайте вот начнем с этого. Ну, во-первых, мои дорогие, можете меня поздравить. У меня нет противопоказаний к родам. То есть мои врачи, которые меня обследуют вдоль и поперек, это эндокринолог, гинеколог, терапевт, кардиолог, не находят причин, чтобы мне сказать, Оля, тебе противопоказано рожать. Оля, тебе противопоказано рожать не звучало еще ни разу в моей жизни. Может быть, когда-нибудь я и слышала такие реплики, что там, пожалей себя, отдохни, сделай перерыв, для организма это будет лучше. Но сейчас, последние несколько лет, вот я рожала Веронику, я рожала Варю, мне говорят совершенно другие слова. Мне мой врач говорит, что мои анализы и мое здоровье таково, что я дам еще фору молодым. И что не надо прибедняться, Оля, мы еще родим 10 штук и здоровых, красивых детей. Вот, это не шутка, если что. Так что осуждать вы, конечно, меня можете, если очень-очень хочется, но говорить про риски жизни, давайте начнем с того, а кто вы по образованию, чтобы утверждать, что последующие роды могут меня убить. Начнем с того, что убить меня может все, что угодно. Вот сейчас я сижу за рулем, да, машина стоит, но тем не менее. Я езжу каждый день в детский сад 80 километров и 2-3 раза в неделю в город за 70 километров, это туда-обратно 140, или там в Мичуринске это 60-120 километров туда-обратно. То есть, понимаете, если статистику посмотреть, я как-то уже об этом говорила и даже писала, то автомобилисты разбиваются насмерть в 60 раз чаще, чем женщины умирают в родах. В 60, не в 6, в 60. Это такой огромный разрыв, что, извините меня, не хочу гневить Бога, но я скорее разобьюсь на машине насмерть, чем, не дай Бог, конечно, чем умру во время родов. Потому что, еще раз говорю, противопоказаний рожать у меня нет. Рождаются у меня совершенно здоровые дети. Я выхожу после родов тоже здоровым человеком. Если у меня даже и появляются какие-то вопросы со здоровьем, как это было, например, перед Новым годом, точнее, после Нового года, ну, в общем, были там какие-то предпосылки, что мне надо сделать операцию, еще что-то. Это была, кстати говоря, медицинская ошибка. И хорошо, что я пошла к другому врачу. Я пошла к трем врачам. То есть первый врач испугал меня, напугал меня, что у меня болезнь, что надо срочно делать операцию и так далее, и так далее, что это все очень плохо. Я пошла ко второму врачу, который не нашел этой болезни. Пошла к третьему врачу, который тоже не нашел этой болезни. И интерпретировал это состояние совершенно другими факторами. Вот. Так что все хорошо. Все, слава богу, с моим здоровьем. Я говорю, если появляются какие-то вопросы, я человек адекватный. И я, более того, я ответственный человек, который следит за своим здоровьем. Вот. И у меня были вопросы там с сахаром, с щитовидной железой. Сейчас эти вопросы на повестке дня вообще не стоят. И слава богу. Конечно, во время беременности некоторые хронические заболевания могут усиливаться, ухудшаться. Но опять, если ты себя ведешь правильно, соблюдаешь рекомендации врачей, то обычно всегда все проходит хорошо. Ну, а теперь ваше любимое, как говорится. Почему я беременею сразу от нового мужа? Ну, конечно же, чтобы удержать мужика. Ну, а как вы думали? Удержать мужика можно только детьми. Так я думала с первым мужем, родив ему сразу троих. Конечно, я его об этом даже не спрашивала. Хочет он, не хочет. От второго мужа интенсивно рожала, чуть ли не каждый год. За 10 лет родила ему семерых детей. Вот сто процентов была уже уверена, что удержу. Не удержала. Ну, вот Саша мне попался. Такой прекрасный, замечательный человек. Сразу же, сразу же забеременела. И тоже пыталась удержать уже даже 11 детьми. Сорвался. Как жалко. А ведь все продумала, весь план был уже продуман. Единственное, о чем я не подумала, это то, что у мужчины тоже должен быть ребенок или дети. Тогда мы взаимно друг друга удержим. Он своими детьми меня, а я своими его. Но вот такой абсурд творится в головах у некоторых комментаторов. Я его комментировать буду. Этот абсурд. Ну, почему? Потому что иногда хочется какой-то ясности и понимания того, что движет все-таки многодетными. Почему они детей-то рожают? Вы посмотрите, сколько в комментариях, какой процент в комментариях людей, которые осуждают очередную беременность. Ну, куда ты их? Это уже ненормально. Ну, я понимаю 2-3. Ну, куда еще-то? Ты что, только этим заниматься любишь? Ну, про это мы уже говорили много раз. Кто чем любит заниматься? Но многодетные люди – это люди другого мировоззрения, другой вообще. А давайте я сравню многодетных с педагогами. Слушайте. Или давайте с врачами-гинекологами. Нет, лучше проктологами, точно. И не обижайтесь на меня, многодетные. Ведь действительно такая сложная профессия, как гинекология, стоматология, проктология, как это еще, наверное, называется. Я не специалист в этих профессиях. Но, чтобы туда основанно идти, работать, это надо быть таким интересным человеком, талантливым, еще любить эту работу. Но и в то же время, да, вот педагогами. Не каждый же человек становится педагогом. Можно любить детей, но при этом не любить с ними делать уроки, занимать их там чем-то. Например, в школе, да, вот работают люди по призванию. Я знаю таких учителей у нас в школе. Мне очень... Они симпатичные. Я их очень уважаю. И я знаю таких же воспитателей в детском садике, к которым мои дети летят со всех ног и любят их. И уходить из садика они хотят, насколько им хорошо и комфортно с этими людьми. Это о чем говорит? Что человек там работает по профессии. Как вы думаете, врачи, педагоги и так далее, и так далее, они, приходя домой, жалуются, что им мало платят, не знаю, что они устают, что им надоели придирки каких-нибудь странных пациентов или родителей, что вообще, в принципе, работа с людьми очень тяжелая работа. Я думаю, 100% есть такие люди, которые устают от своей работы. Но почему-то вот никто, никто не говорит им, а зачем ты здесь тогда работаешь, если тебе не нравится, если тебя что-то не устраивает. Но зато, если, не дай бог, мать многодетная открыла рот и сказала, слушайте, как же я устала, я готова сегодня просто вообще домой не возвращаться. Настолько я устала от детских криков, визгов, горшков. Ее же просто сразу на костер поведут и сожгут, как ведьму. Потому что, а зачем ты рожала? Зачем ты тогда оплодишься, если тебе это не под силу? Ну кто говорит, что многодетным не под силу дети? Ну, конечно же, под силу. Если бы было не под силу, дети были бы в детдомах. И, кстати, в детдом сдают далеко не многодетные. Ну так вот, по статистике. Так вот, я хочу сказать и в защиту многодетства, и в защиту своей позиции, которую я буду отстаивать. Нравится вам это или нет, но я хочу это продвигать в массы. Мне не нравится, что многодетных женщин, в том числе меня, называют свиноматкой, кошкой. Нет, ну кошкой все ладно. Кошка, она, знаете, ее киданешь, она в воздухе перевернется и всегда упадет на лапки. На лапки, на четыре лапки встанет очень в устойчивую позу. Вот. Да, я такая. Меня как жизнь не кидала, не швыряла. Я вставала всегда на четыре лапки и шла дальше. Карабкалась когтями. Есть еще один момент, о котором тоже хочу упомянуть в этом видеоролике, потому что меня это задевает, и я лучше об этом скажу. Когда меня последний раз чевствовали в честь, ну в Тамбове, короче, проходило чествование матерей, многодетных матерей, в День матери, тогда еще корреспонденты приехали, меня там тоже снимали потом, даже, по-моему, в газете напечатали. Ну что-то такое было, это все в районке происходило. Значит, меня позвали на сцену, чтобы поздравить, и меня представили. Представили, вот, многодетная мать, Тамбовская область, Никифорский район, ля-ля-ля, столько-то детей. Поздравили, вручили одну гвоздику, чайник электрический. Все, я села в зал. Потом вслед за мной там пошли еще многодетные женщины с разных районов Тамбовской области. И у каждой из них были приемные дети. У каждой. Три, четыре, пять, восемь, десять. Ребята, мое отношение к приемным семьям, глубоко уважительное, низко кланяюсь, целую ноги тем семьям, которые усыновляют и удочеряют детей из детдома, воспитывают чужих детей и считают их своими, искренне считают. Я не хочу рассуждать на тему денег от государства. По большому счету, какая разница, на что выделяются деньги, если, когда они выделяются на детей и дети счастливы в этой семье, ну, не жалко денег выделить, да, собственно. Почему нет? Ну, я просто уже понимаю, какие комментарии начнутся, что вот все приемные семьи, они зарабатывают на детях. Нет, они не зарабатывают на детях. Они осуществляют уход, присмотр, дают свое внимание и любовь детям, как своим, и получают за это вознаграждение. Причем там, я, насколько я знаю, что эти деньги выделяются именно на этих детей, а не на эту семью, не этой матери там платится зарплата. Ну, если они права, можете меня поправить в комментариях. В любом случае, я считаю, что они достойны этих денег, и даже больше его достойны. Вот. И самое главное, они достойны огромного-огромного уважения. И я знаю, что мою позицию многие сейчас разделят и скажут, что да, приемная семья, приемные родители – это герои, это герои. Но, простите, будет ли такое отношение, вот такое же однозначно классное отношение к многодетной семье, которая рожает сама детей? Ну, 80% нет. Ну, нет. Потому что многодетные – это маргиналы, безответственные, не умеющие предохраняться, плодящие нищету, свиноматки, кошки и поехали. Крольчихи, вот. Недостойны мы многодетной матери, рожающей своих замечательных, прекрасных детей, звания, даже звания недостойны мать-героине. Я сейчас говорю про себя. Я понимаю, что многие сейчас хлопают стоя, и аплодируют стоя, и радуются, что мне такого звания не дали. Я вам сейчас еще подкину повод для радости. Меня еще и лишили всех детских пособий. Я уже в течение нескольких лет ничего не получаю на всех своих детей. У меня 8 маленьких несовершеннолетних детей, и я не получаю пособий от государства, потому что я превышаю, превышаю минимальный уровень. У меня никак не получается содержать детей на 13 тысяч рублей каждого. Ну вот не получается. Как бы я ни старалась, я понимаю, что это за чертой бедности. Я понимаю, что мои дети просто будут нуждаться. Понимаете? А я не могу этого допустить. Я ответственный человек. Я рожаю не для того, чтобы ходить с протянутой рукой. Я рожаю, чтобы дети ни в чем не нуждались, чтобы они жили хорошо. Поэтому я столько работаю. Поэтому у меня так много всякой разнообразной работы. И тем более, живя в деревне, мне приходится изощряться. Тут, понимаете, я вроде как в декрете, но при этом у меня декрета нет. Мне все равно приходится много-много-много работать без остановки. Ну да ладно. В любом случае, мои дорогие, я бы хотела призвать наше общество уже как-то ломать стереотипы, менять свое мнение о многодетных, уважать их право рожать здоровых, русских, красивых, умных, талантливых людей. Вот знаете, почему я рожаю, да? Да, конечно, мне очень нравится процесс. Слушайте, я даже спорить не буду. Мне нравится от и до все, что связано с детьми. От это зачатие до это рождение. Ну, в общем. Почему мне это нравится? Да потому что мне нравится смотреть на появление нового человека в мире. Мне нравится, что Господь мне доверяет судьбы людей. Я воспринимаю это как действительно божий дар, как подарок. И я вижу, какими мои дети становятся. У меня все-таки уже трое совершеннолетних. И это замечательные, талантливые, красивые, здоровые, восхитительные русские дети. Вот. И мне это... Я сама себя, знаете, другой раз даже хвалю. Просто говорю, какая ты молодец. Да, ты выдержала, ты столько всего выдержала, при том, что у тебя были неидеальные мужья и неидеальные отцы своим детям. Твои дети просто прекрасны. И сейчас я, создав ячейку, новую ячейку общества, новую семью, да, то есть я вышла замуж официально, да, и я хочу родить от своего мужа, получаю в комментариях столько негатива. Люди, очнитесь. У вас, лично у вас все очень плохо, потому что счастливый человек плохие комментарии писать не будет. Счастливый, довольный жизнью, осуждать никого не будет. Лезть в чужую жизнь не будет. То, что я приоткрываю свою жизнь и показываю сюжеты из своей жизни, это не значит, что вы имеете право сюда заходить с грязными ногами. И уважайте, любите многодетных. Вы не хотите рожать, а они хотят. Это их призвание, это их право, это их заслуга и подвиг. Всех люблю. До новых встреч. Надеюсь, увидимся на хозяйстве. Надеюсь, все мои проблемы с колесами у машин закончатся. Ну что ж, минус 50 тысяч уже на Hyundai ушло. Зимние новые колеса я купила и переобулась, не стала рисковать. До новых встреч. Увидимся. Обязательно увидимся. Пока. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok